Здравствуйте! Качество жизни сельчан должно стать на порядок выше. В развитии инфраструктуры и социальной сферы села необходимо набрать опережающие темпы. Это одна из задач, поставленных президентом на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, который прошел в Краснодаре. Глава государства также подчеркнул, что благодаря труженикам села агропромышленный комплекс в последние годы кардинально изменился, стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста российской экономики. Высокую оценку на федеральном уровне получила господдержка аграриев нашего региона. Впереди новые задачи. О них и поговорим. В студии программы отдельная тема, исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Тронькин. Василий Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, от нашего региона, кто ездил на форум, кто удостоился такой чести, ну или не чести, может быть, поехали поработать просто? Организован форум был с участием, не с участием, а с учетом того, что там должны быть разные представлены сферы сельскохозяйственного производства. Прежде всего, это научный сектор, и у нас ездил туда ректор Новосибирского аграрного университета Денис Александр Сергеевич. Пищевая перерабатывающая промышленность была представлена ПОРом Андреем, это Безменовская крупная компания. Фермер представлял Школдин Александр, и большие комплексы представлял у нас Горбачев Сергей Владимирович, директор Кудышевского свинокомплекса. В каких мероприятиях удалось поучаствовать нам? Там в основном было четыре площадки, которые были основные. Это первая касалась развития отраслей растеневодства, одна площадка по развитию животноводства, площадка по развитию малых форм хозяйственной кооперации, и одна площадка была посвящена пищевопироватшей промышленности. Также рассматривались вопросы отдельно уже по устойчивому развитию сельских территорий. Поэтому все вопросы были. Кроме этого, они были объединены в две панельные дискуссии, которые пленарная часть была под председателем Александра Николаевича Ткачева, министра сельского хозяйства. Она прошла 11 числа и заключительное проводил уже сам президент Владимир Владимирович Путин 12 числа в Аграрном университете Кубани. Впечатлений много. На форуме говорилось о росте сельхозпроизводства в целом по России. У нас-то цифры какие? Мы уже много раз докладывали о тех цифрах, которые есть, и они действительно хорошие. Дело в том, что мы в прошлом году получили достойный результат в растеневодстве. Это не только урожай, который принес, кроме удовлетворения от урожайности, еще и еще много хлопот по реализации. Нужно понимать, что более 2,8 миллиона тонн зерна, только полученные хозяйствами нашего субъекта, это лучший урожай за последние 9 лет и очень приятно это. Кроме того, заготовлен большой объем кормов для животноводства, создана основа для того, чтобы наши животноводы безбедно получали продукцию животноводства. И они также откликнулись. Мы в прошлом году приросли почти на 8% в общественном животноводстве по производству молока и приросли не сильно по производству мяса. Почему не сильно по производству мяса? Мы знаем ту ситуацию, которая сложилась с африканской чумой свиней и к сожалению и в то же время удовлетворенно. Многие наши, прежде всего, личные подсобные хозяйства отказались от выращивания свинины, которая была под угрозой. Поэтому мы несколько получили мясо свинины меньше. Но в целом результаты все достойные. Говорить о финансовом результате надо прежде всего. Мы к 25 марта принимаем все годовые отчеты. Но уже сегодня можно говорить, что тот провизор, о котором говорили еще в декабре, он оправдывается. Более 5 миллиардов рублей ожидаем прибыли сельхозтоваропроизводителями, которые не получили. При этом нужно понимать, что эта прибыль не появилась только за счет того, что они очень здорово поработали, а это в первую очередь. Но еще из-за того, что все-таки в прошлом году, когда мы начинали год, с вами говорили, говорили о 3 миллиардах рублей мира государственной поддержки. Потом они несколько росли, и мы год завершили тем, что 4,1 миллиарда – это вклад в федеральный областной бюджет в агропомышленный комплекс. Это очень здорово. И в этом году мы эти тенденции стараемся поддерживать. Василий Андреевич, я об этом хотела поговорить. И, как я вначале уже сказала, на форуме достаточно высоко оценили те меры господдержки, которые в нашем регионе оказываются сельхозтоваропроизводителем. Кто оценку, в общем-то, давал? И каковы эти самые меры, на ваш взгляд, наиболее такие эффективные инструменты, которые на самом деле работают? Оценку давал министр сельского хозяйства. Он ее давал на основании той отчетности, которая есть у нас в регионе. При этом нужно сказать, что мы их не выдумываем. Мы всегда стараемся представить те реалии, которые есть. И особо федеральное правительство может быть затронуло и тронуло то отношение к крестьянам, которое происходит в Новосибирской области, особо в этом году. Ведь никому не секрет, что тот урожай, который был в прошлом году получен, плюс урожай по всей России, он привел некоторые хлопоты с реализацией урожая. И, естественно, те цены, которые были в 2016 году и цены 2017 года, они привели к тому, что только на разницу цен мы не получили более 2 миллиардов рублей доходов. Я понимаю, что они где-то коллилировались объемами, но, тем не менее, это существенный недобор средств для крестьян. Хотя мы в этом году чуть-чуть не достигли объема реализации производства продукции почти 100 миллиардов рублей. 98,6 миллиардов рублей – это то, что мы произвели в области. Хочу сказать, что мы в этом году обогнали и Омскую область, и Алтайский край, чего в предыдущие годы не было. Ой, не Алтайский край, Красноярский край. Алтайский край, ну, там и 5 миллионов гектаров площадей, и 60 сельских районов, поэтому мы его не догнали. Но, тем не менее, вот наша цель такая, чтобы перешагнуть все-таки объем произменной продукции в 100 миллиардов рублей, он уже близок, он уже прям виден. Но вот те недоборы, которые есть, все-таки и правительство области, и депутаты законодательного собрания 1 марта приняли очень хорошее решение, которое практически поразило большую часть нашей страны. 500 миллионов рублей мер государственной поддержки дополнительно выделено аграрием Новосибирской области. А если сложить воедино еще плюс те меры господдержки, которые были с федерального областного бюджета на производство продукции растений и отства, животноводства, плюс наши меры господдержки, которые касаются 61-го областного закона, то мы в этом году, вот на понедельник этой недели, уже 630 миллионов рублей довели до сельхозтоваропроизводителей. Мы ожидаем, и есть у нас такая возможность, до начала посевной, включая вот март и, может быть, середину апреля, мы можем довести 1 миллиард 925 миллионов рублей. Это две пятых от стоимости весенних полевых работ. Это существенная поддержка, и когда на фоне Омской области смотрим или других субъектов, то мы выделяемся в выгодную сторону. И это отмечено было на федеральном уровне. Кроме увеличения сумм поддержки, по-вашему, что нужно еще изменить в государственном регулировании в части защиты сельхозтоваропроизводителей? В первую очередь, касательно животноводства. Такой же акцент был сделан на форуме? По животноводству ситуация крайне сложная сегодня. Я вам хочу сказать, что, наверное, даже федеральное правительство не ожидало, что тот призыв увеличить производство продукции животноводства, прежде всего молока, которого не хватает в России порядка 7 миллионов тонн, они не ожидали, что так бурно откликнутся сельхозтоваропроизводители. Хочу сказать, что по России в целом 592 тысячи тонн молока было произведено больше. И когда, видно, просчеты произошли тех людей, которые отвечают за ввоз продукции из-за рубежа, они привели к тому, что у нас появилось большое количество сухого молока и молочных продуктов из Белоруссии, плюс серый экспорт, и это признают все, даже президент об этом сказал, что надо срочно с этим бороться. И мы все ощущаем, что сегодня разница по закупочным ценам по молоку к уровню предыдущего года достигает уже более 3 рублей. Это очень тяжело и финансово крайне сложно сельхозтоваропроизводителям. Эта тема очень горячо обсуждалась и на круглом столе, который был посвящен развитию животноводства, и на пленарной части с министром, и на заключительной пленарной части, которую проводил Владимир Владимирович Путин. Там открыто об этом говорилось. И меры поддержки нашего производителя, они уже начинают притворяться в жизни. Состоялись переговоры с белорусской стороной, согласно которой теперь будет жесточайший контроль за экспортной продукцией. И кто хочет купить за рубежом, может этого не получится. Будет единый оператор, которому нужно будет доказать важность приобретения за рубежом ту или иную продукцию, произведенного животноводства или растеневодческой отраслью, с обоснованием причин, почему. И в случае, если только отражается тяжело на собственном товаропроизводителе, это будет, скорее всего, поставлены загадочные барьеры. По крайней мере, вот позавчера у нас ставился большой селекторное совещание на уровне Министерства сельского хозяйства России, на котором Хатул Джабалат Хизирович именно наставил на этом. Ведь надо понимать, что, когда мы говорим о продукции животноводства и конкретно о молоке, то надо понимать, что мы производим без малого 5000 тонн сухого молока. Но при этом 2870 тонн ввезли сухого молока на территорию Новосибирской области. При этом переходящие остатки остались 1992 тонны. А надо ли нам найти 2870? Вот в тот момент, когда не хватало молока, это покрывало все. Но все-таки вот тот рубеж, когда страну накормили и теперь появляются избытки, ну, по традиции российские, наверное, проморгали. Ну, Василий Андреевич, лет 20 назад наша страна активно закупала зерно за рубежом. Сейчас по экспорту зерна мы занимаем первое место. Если взять зерновые в целом, то второе. И на форуме президент сказал, что через 4 года Россия должна стать не то экспортером, а продовольствия в целом. То есть мы должны закупать меньше, а поставлять за рубеж больше. Наш регион насколько к этому готовы, что мы можем экспортировать? Кроме того, что было сказано, что мы должны экспортировать именно продовольствие. Ведь вопрос обсуждался и на круглом столе по пищевой перерабатывающей промышленности. Заново к этой теме вернулись, возможно рассмотреть меры государственной поддержки по развитию пищевой перерабатывающей промышленности с целью того, чтобы мы за рубеж не торговали чистым зерном. Мы должны торговать продуктами второго и третьего передела. Мы сегодня торгуя зерном гордимся, ничем не отличаясь от нефтяников, которые гонят просто нефть вместо того, чтобы торговать нефтепродуктами. Поэтому эта задача также ставится. Говорить о том, что мы должны достойную нишу занять на мировом экспорте продуктов питания, я не думаю, что это великое достижение, мы это просто обязаны. У нас такие ресурсы, у нас столько земли, у нас столько возможностей производить больше, но для этого необходима и государственная поддержка именно сектора, который будет реализовывать нашу продукцию. Понимаете, мы же решая задачу обеспечения собственного продовольствия, не решали задачу экспорта продукции. И здесь мы во многом отстаем. Нормативно правовой базе с нашими состральными партнерами у нас разница есть. Второе, выходя на внутренний рынок большим количеством операторов торговли. Ну, здесь, может быть, и нормально получалось, но когда мы выходим на международный рынок, большое количество участников, мы просто-напросто друг перед другом сбавляем цену. И поэтому обсуждались и эти вопросы о создании единых операторов, единой возможности. И когда обсуждался вопрос по зерну, по поддержке той ситуации, которая сложилась в Сибирском федеральном округе, а она больше всего коснулась нас, сибиряков, в Краснодаре, поверьте, этой проблемы не было. Там себестоимость другая, цена реализации, там рентабельность очень высокая по сравнению с нами. Поэтому рассматривается вариант со следующего года субсидирования не только ЖД тарифа, но и аренды вагонов. Но для этого ставятся условия. Уважаемые коллеги, кооперируйтесь. Кооперируйтесь, создавайте единый образ нормального надежного экспортера. То есть производитель, зернотрейдер или переработчик, покупатель вашего и ЖД. Только тогда на основе долгосрочных соглашений будет нормально, ритмично идти реализация продукции. Мы же сегодня шарахаем, сегодня есть, зерно завтра нету. И самое главное решается вопрос плановости. Вот вы можете поговорить со многими руководителями, которые хотят о том, чтобы был план. Но надо понимать, что план в таком виде, в котором был в Советском Союзе, не может быть. Это неправильно. А плановая экономика на основе тех долгосрочных соглашений, которые существуют между производителем, переработчиком и покупателем, вот эта плановая экономика... А сейчас нет такого планирования? А сейчас это пока идет хаотично. У нас очень мало долгосрочных контрактов между производителем, переработчиком и торговыми сетями или покупателями за рубежом. То есть живут по ситуации сегодняшним днем пока что, да? Да, мы пока живем тем, что произвели и все должны забрать. Нас спокойненько подталкивают к той кооперации, идея которой заложена была раньше еще в законе о кооперации. Мы должны единым идти лотом, в том числе и за границу. Вот тогда мы будем успешны. А так, ну, полторы тысячи производителей, все торгуют. Мы друг перед другом конкурируем. Нам даже федеральная тематопольная служба не нужна, потому что у нас нет сговора. У нас просто конкуренция, которая приносит нам больше, может быть, вреда даже в ценовом сегменте. Говорилось еще много о том, что нужно повышать качество сельхозпродукции и конкурентноспособность. А вот что касается того же качества, в чем его нужно повышать? У нас какие задачи вы в связи с этим ставите перед нашими сельхозтоваропроизводителями? Я думаю, мы эту задачу в этом году будем решать очень большими темпами, потому что государство не случайно с 1 июля уже в полном объеме вводит закон о ветеринальной электронной сертификации, который предъявляет очень жесткие требования к продукции, которую производят крестьяне, и предъявляет жесткие требования ко всем участникам рынка сельхозпродукции и продуктов питания. Здесь много уже нашумело проффальсификаты, которые есть и в молочной продукции, и в мясной, и в продукции растениеводства, но тем не менее реальных шагов было сделано мало. Сейчас же мы будем видеть всех добросовестных и недобросовестных поставщиков и участников рынка. Это сделано очень большое. Это восприниматься будет опять тяжело. Мы привыкли производить то, что хотим, и у нее нас должны забрать, не учитывая, что... Ведь не секрет, что и не везде даже и качество наше соответствует тем нормам, которые есть. Поэтому я уверен, что в ближайшие годы будут посвящены именно этой теме. Нам теперь уже не нужен объем произведенной продукции. У нас уже его в полном объеме. Нам теперь нужно еще и качество. Хотя хочу сказать, что существовали проблемы. Многие годы поднимали и средства массовой информации, вот те вопросы, о которых я говорил. Фальсификаты и так далее. Василий Андреевич, ну кроме того, для повышения потенциала сельхозпроизводства необходимо модернизация этого самого производства, необходимо стимулировать строительство новых современных предприятий, повышать, так сказать, их самообеспеченность. В этом плане как у нас обстоят дела? Много на эту тему говорили, и мнения делятся, даже у нас в области делятся, нужны ли нам крупные холдинги, надо поддерживать только мелких. Но, по крайней мере, на том уровне, на котором проходил форум сельхозтоваропроизводителей, было отмечено две вещи. О том, что выходя на рынок международный, мы должны выходить с большими объемами, и его может обеспечить крупные и средние сельхозтоваропроизводители. Это мировая практика. А вот малые предприятия крестьянско-фермерческого хозяйства, они нацелены прежде всего на самообеспечение, сохранение сельского образа жизни и внутреннее потребление. Но это не говорит о том, что там качество должно быть низкое. И вот, говоря о модернизации объектов сельхозтоваропроизводства, было бы большое внимание уделено просто не инвестициям ради инвестиций, а эффективности, именно экономике. И наши сельхозтоваропроизводители заметили, что та целенаправленная работа по предоставлению мер государственной поддержки, которая идет с федерального бюджета, ведь она была заложена раньше. С каждым годом оно будет потихоньку уменьшаться. У нас сегодня государство, я считаю, что очень грамотно подводит к тому, что мы должны производить конкурентоспособную продукцию не только у себя внутри страны, но и на мировом рынке. Вот те санкции, которые существуют, они все равно не сегодня-завтра будут отменены. И сможем ли мы тогда в открытой стране конкурировать с мясом, с молоком, с продуктами растеневодства, произведенных в других странах? У нас яркие примеры. Вы найдите ножки буша у нас в России. Нету. И никаких санкций нет. Просто наши птицеводы их вытеснили той своей работой, которая позволила им конкурировать на мировом рынке продукции птицеводства. Сегодня наши свиноводы, они по себестоимости конкурируют с Европой. Они достигли этих технологий. Но при этом у нас еще отстает производство молока и мяса крупнорогатого скота. У нас еще не везде конкурентоспособная продукция в растеневодстве, а это технологии, а это энергооснащенность и энергобооруженность. Поэтому большие задачи стоят. И надо сказать, что не на сегодняшнем форуме, который прошел 11-12 числа, а раньше еще был 350-й указ президента, который мы начали реализовать в прошлом году о научно-технической модернизации сельскохозяйственного производства. Эта задача ставится. Нас туда спокойно, как детей, подталкивают к этому крестьян, в том числе и мерам государственной поддержки, которых потихонечку-потихонечку урезают, но при этом ставят очень жесткие условия получения мер государственной поддержки. Они даются на развитие. Мы обязаны произвести больше с каждым годом. И многим это не нравится, но надо понимать, что меры господдержки направлены не на полностью содержание села, а на развитие сельскохозяйственного производства. Напомню, что у нас из 586 жителей сел и районных центров, которые являются селами, всего 33,9 тысяч человек работают в сельском хозяйстве. Остальные жители сельской местности. Содержать всех за счет этого мы не сможем. Василий Андреевич, у нас ведь еще сформировался, можно сказать, такой мощный класс фермеров, которые умеют работать, знают, что выращивать, как выращивать, как добиться успеха, и порой им просто не хватает той самой поддержки. Какую ставку у нас делают на фермерство, и какие меры господдержки у нас работают сегодня? Меры господдержки касаются фермеров, они ничем не отличаются от других форм хозяйственных. Почему? Потому что у нас равнодоступность всех мер государственной поддержки. Особое отношение к фермерам имеет, наверное, программа развития малых форм хозяйственных. Это программа начинающих фермеров, семейная и животномоческая ферма, и поддержка потребительских оперативов. Достаточно сказать, что за 7 лет действия этой программы, за 6, извиняюсь, с 2012 года, мы на них направили из областного федерального бюджета более 660 миллионов рублей. При этом создали 250 этих форм. Это и начинающие фермеры, и семейная и животномоческая ферма. Мы за последние 2 года, 16 и 17, создали 12 потребительских оперативов, и один из них уже в ушедшем году получил меры господдержки. При этом меры господдержки, они достойны. До 3 миллионов рублей начинающий фермер, у нас среднее более 8 миллионов рублей, это семейная и животномоческая ферма, и потребительский оператив более 20 миллионов рублей мер государственной поддержки. Но там есть и условия, которые обязаны соблюдать каждый фермер. Опять же, оно дается на условиях того, что и рабочие места будут созданы, и производится продукция, и поголовье, и так далее. Поэтому поддержка осуществляется, и вообще мы, и правительство, и депутат законодательного собрания возлагают большие надежды на фермерское хозяйство. Почему? Потому что это прежде всего создание работодателя в тех селах, где нет крупного работодателя. У нас таких сел много. Но вот примеры, которые есть у нас и Леонидов в Ордынском районе, и Бапанов, Чистоозернов, и Немов в Болотнинском районе, они говорят о том, что это реальные участники рынка, это реальные нижние венцы, трудяги. А вот насколько они реальные? Выйти на рынок не всем просто. Есть, конечно, фермерские хозяйства, которые уже довольно крупные, и они рынок освоили. Но есть начинающие, есть какие-то просто поменьше хозяйства. Здесь какая-то помощь оказывается? Кооперация. Должна быть кооперация. И сезонцы первыми получили вот эти меры государственной поддержки именно на это. Должны кооперироваться. В одиночку невозможно это делать. Должен профессионал заниматься производством продукции, профессионал должен заниматься реализацией продукции. А все вместе это так, как у семейняник, дитя без глаз. Василий Андреевич, президент на форуме сделал следующий акцент. В сравнении с прежними годами сегодня сельское хозяйство стало иным, качественно иным. Создаются новые рабочие места, и техника новая, условия для работы совсем другие. И вот этот миф о такой перманентной депрессии в сельском хозяйстве, он, можно сказать, потерял актуальность. Но это если говорить в общем. Если рассмотреть ситуацию более детально, но не будем далеко ходить, возьмем на примере нашего региона. Есть территории, которые довольно-таки схожи по условиям развития сельского хозяйства, но с кардинально разными результатами этого развития. Оказывают ли власти какое-то стимулирующее воздействие на малоактивные территории, ну если уж совсем грубо сказать, на протирателей штанов? Такие наверняка есть. Вы знаете, ведь не каждого того, кто живет бедно, можно назвать протирателем штанов. Нужно посмотреть эту ситуацию, в которую он попал, и почему он туда попал. И те меры господдержки, которые даются, они даются именно на условиях соглашения, которые каждый из нас обязан исполнить. И власть, которая предоставляет меры господдержки, и получатель меры государственной поддержки. Некоторые их эффективно используют и именно развиваются в том, о чем вы говорите. Когда говорим о средней температуре, как по больнице, так и по целому состоянию сельского хозяйства, конечно, он удовлетворительный. Конечно, мы удовлетворены тем, что растем мы в растеневодстве, в животноводстве. Но как об этом можно сказать в Губинском районе или в Кыштовском районе, в которых практически сельское хозяйство больно? Ну, надо понимать о том, что отдельные меры государственной поддержки, там уже, может быть, и не так помогут. Там надо уже не только стимулировать, но и мотивировать. И, как в народе говорят, иногда решительный шаг вперед, от хорошего пинка сзади. Я в хорошем смысле говорю, не в физическом, а в моральном. Ведь надо сегодня и не заигрывать со многими. Надо говорить ту правду, которая есть. Если он иждивенец, он должен носить, если не с гордостью, то имя это как положено. Потому что с некоторыми заигрывали до того, что они уже сложили лапки и говорят «дай». Это же как дети. Я уже несколько раз говорил, что жалеть деревне нельзя, ее нужно любить. Это как детей. Жалеть тогда, когда они спят. А иначе мы получаем вот это топание. А вот еще одна из задач, которая была обозначена на форуме, это повышение качества жизни сельчан в целом. То есть развитие социальной сферы, да и вообще культуры. Всех остальных сфер, они должны принять такие опережающие темпы. Вот здесь как у нас обстоят дела? Вы знаете, мы эту тему обсуждали на круглом столе в этом году, в январе месяце. Он получился бурным, он получился таким, может быть, даже с каким-то вызовом, что за сельский образ жизни отвечать должно только Министерство сельского хозяйства. Я бы хотел сказать, что за сельский образ жизни отвечает все в том числе и все министерства. Потому что работников бюджетной сферы сегодня на селе гораздо больше, чем работников сельского хозяйства. И надо понимать, что это особая сфера, которая сохраняет нашу идентичность и национальные особенности по тем селам, в которых живы. И мне очень приятно, что на федеральном уровне начали на это обращать внимание. Обращать внимание в той части, что ведь это комплексная ситуация. Это не только дорогу построить, школу сделать, детский сад, клуб, фаб. Это еще и создание рабочих мест. И не только сельскохозяйственных, потому что оно действительно стало более высокоэффективным. Мы когда мечтали о том, что на одного работающего будет произведено 2 миллиона продукции, реализовано. Мы давно этого не делали. А уже подходим к этому рубежу. Это говорит о том, что мы стали более высокоэффективны. Но рабочих мест стало меньше. Нас стало меньше работы. Поэтому надо вернуться к распределению трудовых ресурсов. По созданию дополнительных рабочих мест. Может быть и в сельском хозяйстве. Может быть нужно это делать и лесную отрасль развивать. Ряд других. Вспомните-ка в Советском Союзе на станциях железнодорожных построили. Швейные фабрики, Болотная, Татарская, Барабинск. Филиал завода на скоростыке, где женщин занимали по тому, что мужчины, железнодорожники заняты, а женщины без работы. Мы должны и к этому ворачивать. И на уровне государства рассматривались эти вопросы в том числе. Это комплексная программа, которая в принципе должна войти в стратегию развития Новосибирской области и у нас. Не могу не спросить. У нас предстоит посевная. Как обстоят дела? Какие задачи стоят именно сегодня? Не беспокоит ли то, что в этом году снега? У нас очень мало. На погоду можно обижаться, но надо понимать, что мы здесь гости. Поэтому она хозяйка, к ней нужно подстраиваться. А что касается готовности. Сегодня на основании тех отчетов, которые представили районы, практически все районы готовы. У нас полностью, в полном объеме семена. У нас сейчас заводятся удобрения. У нас заводятся горизонтальные материалы. Мы сейчас отдаем меры государственной поддержки. Их всегда мало, кажется, денег не хватает. Но когда вдумаешься, что стоимость ГСМ во всех весенних полевых работах 2 миллиарда, а мы отдаем 1 миллиард 975 миллионов, это та сумма, которая позволяет говорить о том, что большой вклад 2 пятых стоимости весенних полевых работ отдается из федерального областного бюджета. Я думаю, что все мы ее проведем. Определенным гнетом идет моральным то, что у нас сложилась ситуация крайней сложной с реализацией зерна. Вот эта моральная составляющая, она некоторых гнетет, и некоторые, забывая о заповеди наших предков, помирать собрался, ажито сея, начинают говорить, а я сеять не буду, оно все равно никому не нужно. Но мы должны все посеять, потому что государство принимает сегодня все меры для того, чтобы сделать Сибирский федеральный округ конкурентоспособным на внутреннем рынке России. Мы, дай бог, все сложится, и когда нам субсидируют полностью провозную плату, мы будем конкурентоспособны с Краснодаром. Нам нужно работать над собственными издержками, над собственной себестоимостью. И я уверен, что мы посевную достойно проведем. Хотя эмоций много, тем более учитывая, что политический год у нас не закончился. Ну что ж, задач достаточно много в сельском хозяйстве. Я вам желаю успехов в их решении. Спасибо. Вам спасибо. Это была программа «Отдельная тема». Я Людмила Чуевская. Увидимся.